Слава Богу, братья и сестры, в Салмах не один раз Давид говорит, что буду возвещать твои дела, Господи, чудеса, которые ты сотворил. Поэтому я так подумала, что благодарственной записки тут будет мало, поэтому хочу немножко засвидетельствовать. В общем, наверное, немножко предысторию начну, что по тому вопросу, который у меня был на протяжении этого года, никогда в жизни у меня проблем с этим не было. Ну, всякое было, со здоровьем, но такого у меня никогда не было. Даже когда делали эту сложную операцию несколько лет назад на легкое, после нее не было никаких последствий такого рода. Хочу еще раз благодарить Господа за то, что Он послал нашу семью эту радость, нашу доченьку, за то, что Кесарева хорошо прошло, я очень быстро восстанавливалась. На удивление врача и на удивление соседок по палатам, потому что, ну, то, что я вытворяла в следующие сутки после операции, они удивлялись, говорят, как тебе не больно, как ты, а я себя так хорошо чувствовала. И там как-то приседать, согинаться могла, хотя вот девочки знают, кому делали такие операции, это достаточно все равно тяжело за ребенком смотреть. Но как-то мне это все легко давалось в этом плане. Ну, как будто и вообще не было этой операции, я даже забывала обезболивающие ходить, делать. Мне медсестры напоминали, что нужно в процедурную зайти вообще как бы. Я почему все это рассказываю, что как бы ничего не предвещало, скажем, каких-то проблем. Но когда приехали домой, через несколько месяцев у меня начались боли. Я уже извиняюсь за подробности, немножко покажу. Вот начиналось вот здесь внизу, ну, вот где желудок, да, и уходила в правое подреберье просто вот боль. Сначала я как-то подумала, что это, наверное, из-за того, что я очень долго лежу с малышкой. Ну, кто его там знает, из-за чего она. Потом я заметила, что эти боли начинались после еды. Я уже стала беспокоиться, думаю, это, наверное, желудок. Я стала пить определенные таблетки, стала советоваться с нашими сестричками, у кого, может быть, такое было. Мне советовали определенные таблетки, которые как бы, в принципе, у кого какие-то ЖКТ проблемы, они как бы их принимают, в этом нет ничего страшного такого. Ну, и думаю, ладно, ну, тоже там, может, я что-то не то ем. Я какие-то вещи убрала с рациона, вот, чтобы это не кушать. Но, вы знаете, когда эти боли, они появлялись очень внезапно. Они могли проявиться, например, в раз в месяц, два раза в месяц. И они были неожиданные. Они не были так, что что-то предвещало им. Они могли быть резкие, неожиданные. И мне единственное, что я умудрялась как-то оставаться благодарить Бога, что они случались чаще всего под вечер или ночью, что малышка могла быть с мамой или где-то с Виталиком. В общем, ну, в том плане, что я могла отмучиться спокойненько эти несколько часов. И ребенок, ну, то есть не на мне висел. То есть кто-то за ней мог присмотреть, что я могла, скажем, пережить эти моменты. Но, знаете, когда боли стали длиться по шесть часов, по восемь, по десять часов, я поняла, что это уже ненормально. И с каждым разом они становились все больше. Я уже, мне говорят, да, хази, ты сходи к врачу, там сделай. Я делала УЗИ. Как обычно, ничего не показывала. Потом, знаете, дошло до того, что раз в месяц или два раза в месяц к нам приезжала скорая. Я стала узнавать бригады скорой помощи. Они стали узнавать меня. Смысл был такой, тебя привозят в больницу, делают анализы. Говорят, у тебя панкреатит. Хорошо, давайте сделаем анализы УЗИ. Делают все. Ой, у тебя ничего нету. Другой диагноз, другой, там, холецистит, там еще что-то. А нет, у тебя все в порядке, операции не надо. Странно, почему же тебе так плохо? Дают обезболивающее. Обезболивающее не помогают. Пробуют другое обезболивающее. И это было очень тяжело, потому что, ну, как бы все эти симптомы, они не подпадили ни под один диагноз. И я проходила какие-то обследования, да, там, подробности даже, глотала вот зонд. И после этого мне написали такой, как бы, общий диагноз, что под него можно, по сути, знаете, как ОРВИ. У тебя есть хронические, нет у тебя хронических. Это вот, ну, что это такое ОРВИ? Ты просто простыл. А здесь вот тоже такой же диагноз, который, по сути, он под собой, ну, слава богу, что ничего страшного, ничего конкретно там серьезного, опасного. Но этот диагноз под собой ничего не несет. Он не вызывает подобных болей. И что самое удивительное, когда меня врачи смотрели, вот, они меня трогают, говорят, если бы тебе были с органами проблемы, тебе бы болело в тех местах, в которых мы тебя трогаем. А мне самое удивительное, становилось лучше того, что меня там, ну, какие-то, там, немножко какие-то ударяли, да, вот, чтобы проверить, я не знаю, как это, по-медицински какие-то. У меня от этих ударов какая-то вибрация была или что. Мне становилось легче. Это настолько, ну, вот было непонятно, врачам было непонятно. Потом один врач говорит, слушай, говорит, бери мужа и там на дней 10 летите там на море куда-нибудь, ну, здорово, а ребенок с кем? Ну, я должна на родственников ребенка, я ж не выдержу без нее. И, ну, как бы, ой, это у тебя расстройство, там, ты должна успокоиться. Говорю, ну, как-то странно, немножко уже к тому времени я была уже, прошел тот первый период с ребенком адаптации тяжелый. И, вы знаете, смысл такой, начинается у тебя там эта боль, ты молишься, провозглашаешь, Господи, благодарю тебя, что не хуже, что я дома, там, начинаешь благодарить. Я все пробовала. Но вот к концу этих болей, вот когда ты уже промочился определенные часы, ты ничего не хочешь, ты хочешь, чтобы это закончилось. Вы знаете, и дьявол не дремлет. Ну, тогда же приходили такие мысли, ты выпей, ну, вот, таблеток, ты же знаешь, какие. Ты отключишься, тебя спасут врачи, все же дома. Ты просто, у тебя закончится эта боль, ты больше не будешь ее терпеть, не будешь чувствовать. И было очень тяжело. То есть, как бы, морально было родственникам смотреть на это тяжело. Мне было тяжело, что я не могу это терпеть, ну, как бы, силы просто нет, никаких физических сил. И последний такой раз был, это был как раз на день рождения мужа, в августе. Мы приехали домой, у меня как-то, ну, там, с деревни выходной был. Мы должны были в воскресенье пить группой. И перед воскресеньем у меня опять был приступ, но он был, слава богу, какой-то небольшой. Я как-то смогла его оккупировать сама дома. Я пришла со служения, мы поучаствовали группой, все было хорошо. И днем у меня опять начался приступ, и он не прекращается. Я понимаю, что я даже не смогу отвлечься, если пойду на служение, просто там не смогу быть. И мы уже, ну, до этого мы просили, вот, просто, опять же, мы благодарим Бога за нашу церковь, за всех, кто знал, за всех, кто не считал эту нужду какой-то ерундой, кто серьезно молился, вот, кто нас поддерживал в этом. Огромное спасибо. И приехал Саша. И, знаете, мне было на тот момент, вот, даже все равно, что пастырь приехал, не смогла с ним даже поздороваться, поговорить, потому что было настолько плохо. И он просто пришел, помолился. И все равно, как бы, не стало, вы знаете, там, вот, как многие думают, что вот служитель помолился, все, как рукой сняло, вот эти свидетельства. Ну, к сожалению, это не про меня, у меня не стало лучше. У меня вот как было плохо, так оно и осталось плохо. Он просто помолился и сказал, что, ну, просто стой в вере на том, что Бог тебе поможет. Бог, я ведь чудо. Какая вера, мне просто плохо, я хочу, чтобы эта боль закончилась. О чем тут можно говорить? И через какое-то время, ну, причем мы все равно поехали тогда в больницу, опять пришлось ехать ночью, потому что все равно мне было тяжело. И я выходила на молитвы наши, которые молятся братья за исцеление. Я каждый раз говорю этот вопрос. Мне было страшно, я жила в страхе, что в очередной раз будет этот приступ. И, ну, после этого, да, я сходила еще к одному врачу. Он выписал определенное лечение. Кстати, ну, наверное, Бог в этом даже вопросе. Он заметил в анализах кое-какие изменения в печени. Ну, хотя другие врачи говорили, что там вообще все в порядке. Он сказал, не-не-не, давай мы тебе этот вопрос поправим на всякий случай. И он выписал определенное лекарство, причем они не сильно даже... То есть та терапия, которую он выписал, по сути, она была то же самое, что я пила с добавлениями некоторыми. И вы знаете, какие-то приходили еще после этого такие, ну, как предшественники болей. Ну, я почему рассказываю? Это я не тот человек, который вывешивает весь дом стихами из Библии, который стоит, провозглашает по тысячу раз, что я здоров и исцелен. Ну, как-то у меня... Ну, если кто-то это делает, слава Богу, у кого-то это есть, я так не делаю. Я как бы... У меня не хватает на это, что ли, веры или какого-то убеждения своего. Но здесь вот как начинались какие-то эти подступы, я говорю, Господи, нет, нет, я это не принимаю. Написано, вот, знаете, я же говорю, я до этого никогда так не делала. Ну, не знаю почему. Говорю, написано в Библии, что помолятся пресвитеры, призовут пресвитера в церкви, они помолятся, и молитва веры исцелит болящего. Для меня какая моя вера? Моей веры здесь недостаточно, ее, может, вообще нету. Я уже смирилась с тем, что это будет все время. Может, я смирилась с тем, что, может, после операции во мне как-то эти лекарства остались, они не выходят, какие-то эти боли. Кто что говорил? Какая вера? Ну, вот вера моего пастыря, который за меня помолился, вера братьев, которые за меня помолились. Боже, неужели этой веры недостаточно? И как-то я вот так вот, ну, в этом как-то стояла. Я немножко, конечно, прождала, вот почему сейчас свидетельство с 14 августа, больше ни разу этих болей не было, эти приступы больше не пришли. Я просто могу здесь, да, можно сколько угодно утверждать, что это помогли таблетки врачей, но мы все знаем, что лекарства, они проходящие. То есть они дают какой-то эффект, но они выводятся с организма, они там не остаются. Поэтому я здесь могу говорить о том, что это милость Божья, это благословение того, что через наших служителей действует сила Божья. Еще, уж я не буду говорить, какой брат тоже молился, говорит, ты просто дождись этого ответа, просто жди, просто дождись. Я говорю, Господи, я больше не буду задавать вопросов, я не буду спрашивать, почему это произошло опять со мной, что мне вот мало болячек на жизнь. Я просто буду ждать. Мы сделали все со своей стороны, что мы могли. Мы не будем как-то роптать, искать каких-то причин, мы просто будем ждать. Я прошу Тебя, Боже, чтобы это закончилось, и просто я буду ждать Твоего ответа, какой он будет. И просто я благодарю Бога, что вот сейчас, в этом входящем годе, я могу такую милость Его засвидетельствовать перед всеми мамами. Поэтому благодарю Бога за Ваши молитвы и за Его чудную милость. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok